Если болельщик пришел на календарный официальный матч, особенно в американском футболе, то просто обязан досмотреть его до конца, иначе пропустит самое интересное. Именно так случилось в третьей домашней встрече чемпионата России 2014 между севастопольскими титанами и крымскими таврами. Севастопольцы наши в синей форме повели в счете, проведя два тачдауна 12-0, а в конце первой половины игры крымчане при довольно-таки серьезной поддержке болельщиков футбола активизировались. В перерыве своего мастерства продемонстрировали девушки из группы черлидинга, также гости из Симферополя, прибывшие с группой поддержки. Чтобы победить в группе, подопечным главного тренера Георгия Лобанова необходимо было выиграть с разницей 18 очков, так как мы в выездном матче уступили 12-28 на крымском столичном стадионе «Фиолет». Но футбол есть футбол, хоть и американский. И за три минуты до окончания игры уже впереди крымчане 21-18. Наши сумели собраться и вырвать победу 24-21. Если в водном поле тренера в одежде бросают воду, в футболе подбрасывают на руках, качают, в велоспорте обливают шампанским, то в этом виде обливают водой. Это победная традиция. Это традиция с победой. Но только, к сожалению, это не чемпионат, это только домашняя игра. Мы взяли реванш у них, но это не позволит нам играть дальше, выходить из группы. Мы едем 2-го числа в Краснодар. Я практически уверен в наши победы, но этого мало, потому что мы проиграли в Симферополе крупно. Был смотреть личные встречи, нам не хватит 6 очков. Но зато в Севастополе мы ждали. Со счетом 24-21 победила команда «Севастопольские титаны». Казалось бы, что матч уже проигран, но собрались и выиграли. Выиграли. Отметим, что у нас еще впереди одна игра в Краснодаре, но нужно было выигрывать с разницей 18 мячей. Что ж, но победа! С победой, Севастополь! Специалисты отметили игру лайнбекера Игоря Протских, корнербека Дениса Цыганок, Георгия Чернякова, капитана команды Кватербека и Александра Ковача, нападающего в центр. Владимир Милянский, Денис Александрович. Программа «Наше время». Программа «Наше время». Казаться на мост Michigan.